Месяц назад здание новой диспетчерской выглядело так. Тогда оставались последние штрихи наладить системы телефонизации и компьютеризации. Сегодня объект готов на 100%. Выполнить от начала и до конца капитальный ремонт здания удалось при поддержке комбината «Запорожсталь». Благодаря своевременному финансированию удалось все это закончить. Вот видите, еще один пример совместной работы. На сегодняшний день я очень вам благодарен за то, что вы действительно сдержали свое слово. А для комбината это всегда было таким принципом. Этот объект уникальный не только для областного центра, но и для региона в целом, говорят специалисты. Запуск новой диспетчерской позволит вложиться в прописанные к обминам нормативы прибытия скорой помощи к пациенту. По городу 10 минут, по области 20. Кроме этого, в центре каждый желающий сможет научиться АЗАМ первой медицинской помощи. Во-первых, для того, чтобы с определенной систематичностью освежать навыки и знания наших сотрудников. И во-вторых, согласно законам Украины, каждый человек, который работает в системе спасения людей, они обязаны и должны уметь оказать первую доврачебную помощь. Впрочем, для того, чтобы диспетчерская заработала, этого недостаточно. Дело осталось за установкой аппаратуры и программного обеспечения. Требуют это по предварительным расчетам около 8 миллионов гривен. Есть вопрос финансирования. То есть, насколько будет финансирование проводиться, о сроках пока говорить мы не можем. Найдутся ли средства в областной казне для окончательного запуска новой диспетчерской, вопрос на сегодня открытый. Центр скорой экстренной медицинской помощи областной нужен комбинату Запорожья, жителям города Запорожья, медикам. Но такое впечатление создается, что он сегодня больше никому не нужен. Не нужен властям, которые в принципе в свое время инициировали. Мы на сегодняшний день, в моем понимании, выполнили все обязательства, которые мы брали на себя. Теперь дело за представителями власти. Главное, подчеркивает Владимир Буряк, новая диспетчерская – это гарантия быстрого спасения человеческих жизней. Я, вы знаете, приложу все усилия для того, чтобы в Запорожской области, в городе Запорожье, современный центр медицинской скорой помощи был. И я уверен в том, что он будет. Продолжение следует...